всем привет с вами юлия и мой факультет рукоделия и сегодня я хочу предложить в дополнение вот к этому набору по ним мастер-класс вы уже видели то есть это жгут на шею и браслет так вот в дополнение к этому набору я предлагаю сплести еще и вот такие сережки то есть одна сережка меня уже готова вторую мы с вами сделаем вместе и вы потом повторите то что я вам сейчас покажу что нам понадобится для того чтобы сделать такую сережку бисер у меня это бисер тоха 11 размер pf 558 то есть тот который остался у меня от изготовления вот этого набора далее нам понадобится швензочка вот такая в принципе может быть и гвоздик которому вы просто вот это вот изделие вот эту снежинку так сказать приклеить и и у вас будет сверки гвоздики затем нам нужно будет мононить вот такая прозрачная тонкая притонкая леска ну и конечно же инструмент для работы это иголочка то есть сначала мы вставляем мононить в углу да ну примерно здесь сантиметров 60 70 лески можно даже меньше взять набираем мы 4 бисеринки эти сережки плетутся очень быстро и очень легко поэтому у вас точно все получится спускаем вот эти четыре бисеринки вниз оставив здесь небольшой хвостик для того чтобы удобно вам им было завязать потом узелок теперь снизу оттуда где хвостик то есть сюда у меня уходит вот эта длинная ниточка он там хвостик то есть мы по кругу должны пройти иголкой проходим все четыре бисерины и затягиваем что у нас получается смотрите где если видно хвостик у меня упал управляю то есть эти бисеринки у нас должны сложиться в такой квадратик что ли 4 бисеринки 4 угла теперь я беру вот эти вот хвостик и основную нить и завязываю узелок узелок посмотрите два раза прохожу хвостиком сквозь вот эту петлю узелка да вот видите что должно получиться вот 4 бисеринки и такой вот квадратик у нас вышел и и еще раз точно так же я делаю узелок два раза проходя хвостиком вот в эту петельку узелка да вот такой узел можно сказать намертво закрепит вашу ниточку и теперь вот этот хвостик можно обрезать можно взять еще зажигалочку и подполить его чтоб он туда ушел но я не буду этого делать потому что у меня села зажигалочка так теперь смотрите вот у нас узелок и ниточка выходит между бисеринками нам надо пройти из какой-нибудь бисеринки выйти и в принципе это неважно из какой мы бисерина выйдем мы можем пройти пару бисеринок мы можем укрепить вот это вот сооружение так скажем пройти еще раз по кругу тут в принципе если считаете что ненадежно что-то тут завязали пройдите еще раз круг и вы видите ниточку из бисерины вот она ведь у меня выходит конечно же очень не видно мононить поэтому муки и работаем теперь набираем по одной бисеринке и между вот этими рядом стоящими бисеринками первого ряда проходим вставляем эти новые бисеринки видите тут вставили вот смотрим где мы выходим вот здесь следующую набираю следующую бисерину захожу так очень все мелко дальше вот у меня выходит вот отсюда ниточка сюда сейчас вставлю новую бисеринку так вот она стала видите вот она стала а мы вышли из следующей бисерин и вот здесь вот осталось нам четвертую в этом ряду бисеринку последнюю поставить вот тут между вот этими двумя посмотрите у нас получается получится квадратик да так обратно вернись ко мне моя моя конструкция так вот выхожу я значит в следующую бисеринку да и смотрите вот он у меня получился квадратик если мы будем сейчас я его прижму если мы будем его рассматривать то вот эти первые четыре бисеринки это у нас первый ряд вот эти вот угловые это у нас второй ряд так вот нам сейчас у меня ниточка выходит вот она вот из этой бисеринки а нам надо из первого ряда перейти во второй ряд поэтому я захожу в следующую бисеринку для того чтобы вывести ниточку из второго ряда теперь смотрите мы будем то есть второй ряд я уже сказала да это квадратные вот эти вот уголки сейчас мы между ними будем вставлять по 2 бисеринки то следующий у нас ряд пульс состоять из 8 штук и я набираю сразу две штучки прохожу следующую угловую бисерину так вот они стали видите поворачиваю еще две бисерины набираю вставляю их вот сюда иголочку прохожу вернее угловую так повернула сейчас будут заходить вот в эту снова две бисерины набираю прошла вот они встали так и вот смотрите мне осталось последние в этом ряду седьмую и восьмую бисерину установить вот он уголок предыдущий мы из него уже вывели вот она не там нить у нас выходит вот он уголок начальный до между ними мы сейчас поставим бисеринки и как я уже говорила нам нужно выйти ну а давайте сначала вот в эту пройдем можно было сразу же выйти в следующий ряд то есть в этот третий ряд вот у меня выходит ниточка вот из этой бисеринки второго ряда вот она вот она выходит ниточка и нам ее надо вывести из первой бисерины следующего ряда вывожу ее сюда все ниточку вы вывела вот такая вот конструкция получилось у нас 8 бисерин в этом ряду и теперь между каждой между вот этими бисеринками я вставлю еще восемь штучек все поехали раз так поставили подтянули так вот выходит ниточка вот сюда будем заходить теперь так вот выходит ниточка будем заходить вот сюда так вот нитка вышла вот сюда поставим бисеринку вот выходит нить захожу в следующую бисерину так вот нить выходит вот сюда сейчас заходить буду ставлю между ними бисерину так ниточка выходит вот из этой бисеринки пойдем вот сюда и смотрите у меня осталось поставить одну бисеринку вот сюда я захожу это у меня так скажем последняя бисерина предыдущего ряда можно вывести в первую бисерину следующего ряда и все наша так скажем заготовочка для сережки готова вот посмотрите осталось пришить ее к швензе все я теперь беру швензе чку прикладываю ее вот сюда в заготовочки прохожу сквозь швензу иголочкой и куда-нибудь в какое-то место которое вам нравится начинаем все это пришивать смотрите я вот вывела через бисерину вот видите швенза у меня стоит между вот этими бисеринками они . мне теперь выходит вот здесь я возьму вот здесь вот захвачусь за ниточку предыдущего ряда и делаю узелочек все эти узелочки не видно абсолютно обратно прохожу сквозь вот эту бисеринку через швензу так и в следующую бисерину так вот ведь прям за раз у меня получилось все снова у меня выходит ниточка вот здесь опять я здесь зацепляюсь делаю узелочек и иду обратно таким образом сколько посчитаете нужным столько стежков и сделайте как все это мелкая надеюсь вы у меня там все видите можно них проходить всех сразу например бисерину и швензу и потом следующую бисеринку пройти чтоб вам было удобно все у меня получается тут сильно не затягивайте чтоб у вас сережечка на швензе именно висела колыхало не торчало не топорщилась все моя сережка почти готова мне осталось зайти где-то сделать еще пройтись я прям сейчас уйду куда нибудь по по бисеринкам сделаю еще где-то узелки для того чтобы уже точно знать что у меня надежно ниточка не распустится и обрежу эту ниточку все можно надевать комплект и идти собирать завистливые взгляды ну что девочки смотрите какая красота получилась я желаю вам всего самого хорошего приятных рукодельных вечеров на этом у меня все с вами была юлия и мой факультет рукоделия пока пока